привет мои дорогие у нас сейчас будет небольшой расклад мы с вами посмотрим что он думает о тебе девочки это не сколько будут чувства а именно его мысли и мы для этого взяли таро монара это эротическая таро то есть обычно мы смотрим чувства на этом таро но вот специально мне захотелось посмотреть именно что и что он думает да если у него в голове какие-нибудь особые мысли о тебе и чем они связаны то есть мы будем смотреть так вот как бьется его сердечко и при когда он что именно думает о тебе посмотрим у нас четыре варианта и давайте глянем что он думает о тебе 1 2 3 и 4 вариант 1 2 3 4 вариант загадывайте пожалуйста карту а пока вы загадываете я зажгу тут свечку свечку красную нам погореет пока мы будем гадать вот тут и и поставлю такая это чайная девочки они влазят в кадр это не ритуальная я даже 2 зажгу именно 2 это ты и он два гонька ну что загадали 1 2 3 4 вариант что он думает о тебе поехали девочки первый вариант что он думает о тебе это у нас экспресс расклад поэтому мы будем девочки быстро гадать и чтобы на это все посмотреть что выпало девочки туз кубковый выпал это очень хорошая карта которая говорит о том что он на тебе зациклился или что-то у вас такое произошло или вы встретились или списались там или вот короче было какое-то действие у вас которая вас завязала в узелки это могла бы быть например даже и магия какая-то если вы делали на него магию сейчас тем более на растущую луну то я вам так скажу скорее всего она сработала либо например вы общались он услышал милый родной голос ну короче это большая большая как минимум заинтересованность но это девочки еще и карта влюбле влюбление да это якорение любовное что он думает о тебе четверка земли и 19 старший аркан солнца он девочки считает что вот по деньгам он вам уступает то есть по карьере потом думает об этом что слишком она возможно хороша для меня 19 старший аркан солнца это вот вы когда он на вас вот смотрит думает он думает о том что ты слишком хороша для него а четверка земли она показывает на то в чем в чем это заключается это заключается в том что вот он думает что вот как-то в деньгах в карьере или там я простой токарь или авто простой там кто-нибудь до охранник или я там простой обычный там бизнесмен к примеру до такого небольших полетов каких-то и он в себе как-то немножко сомневается именно по деньгам а про вас он в этом плане думает очень хорошо он думает что вы там то ли мега звезда но а может вы и есть звезда девочки потому что солнце это та же звезда только звезда 18 старший аркан это ночью обычно солнце это дневная такая звезда не планетам так вот давайте еще посмотрим что он думает о тебе еще еще такой девочки момент что у него есть такое но не очень хорошая такое да характере то есть когда хорошая кола красивая звездная девочка ему не до конца доступна он будет брать что-то попроще вот это вот семерка огня с тройкой воздух это говорит о том что он может там включиться в короче что он делает с женщинами да он с девушками он начинает где-то это ну встречаться это одна-две встречи потом он исчезает это мужчина тот который исчезает девочки о для него это нормальное состояние мужской воду души да он любит женщин попроще те которые ему уступают во многом всем и он с ними чуть 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 пообщается исчезает но когда он видит красивых таких знаете успешных классных девушек вот этот мужчина он получается то начинает думать о себе тоже не очень хорошо то есть его немножко надо лечить либо приучать к себе либо девочки смотрите тут главное то что карта вот это любовное корень и то есть он к вам то ему хочется к вам ему хочется и прижаться и пообниматься и поговорить и все остальное но он с вами дико в себе не уверен из-за того что он дико в себе не уверен он может не то что там налево пойти куда туда он может выбирать таких вот обыча скажем тогда и с этим обыча проводить вот время быстро и какое-то да возможно это вот интим без продолжения какой-то или попить с кем-то кофе из вмотаться куда-нибудь вот он такой девочки что что тут делать но подумайте девочки согласны ли вы например взять на себя вот эту вот какую-то ношу его какой-то неуверенности в себе и что тут можно говорить ему тут я не скажу что наверно слова одни помогут действовать тоже не особо вот ему надо так вот какая-то может доброта вот если он увидит вас что вот такая добрая нежная надежная когда что ему не надо будет где-то с кем-то соревноваться то он станет помягче девочки и я кстати вот такого типа мужчин вот с такими мыслями как у вас здесь выпал я даже лично знаю и вот мы даже наблюдаем их жизнь и как о как в я я вижу как в парня влюбляются девушки просто не могут да он и их где-то динамит я видела вот например тик токи с грустью попадались вот в реках знаете когда знакомые знакомых они попадаются и вот тут надо и доброта с одной стороны и включите шарм свой свой побольше да не бойтесь его этого мужчину он девочки не кусучий он избегающий вот и у него как сейчас принято грида избегающий тип привязанности то есть с психологической точки зрения вот можете его так вот проработать поточить когти посмотреть что что делать как например его удержать если вы хотите удержать да надо ли она вам ну то есть тут надо вот так вот как на опыт смотреть на этого мужчину и например что-то пытаться где сделать вот как вы умеете то есть не надо быть кем-то другой будьте сама собой в отношениях с этим мужчина и вот время ваши характеры притяжение там проведения она все расставит на свои места вот такой вот мои дорогие первый вариант думает ли он вас до думает и думает в плане том что слишком вы как-то вот для реально как для него хороши он не знает вывезет ли он и вот это вот все и в то же время если вы были хреновее скажем так чем он да он был вот попил с вами кофе и и там может быть какой-то интим допустим мог бы быть у вас да на какое-то там свидание а потом бы он как-то вот слился исчез бы и вы бы думали блин а что ж такое так происходит да ну вот он такой избегающий тип общения у него вот такой вот первый вариант второй вариант давайте посмотрим что он думает о тебе паш воздуха выпал мои дорогие мои котики вам выпал паш воздуха это либо очень послушный мужчина кота его как говорится пнешь туда он или полетит подуешь на него да как на листочек паш воздуха это мужчина который уходит в себя и в то же время он такой пластилин с которого в принципе можно лепить все что угодно на самом деле да но со стороны чем дальше от него тем к тем он загадочнее недоступнее кажется карта воздуха особенно мужчин это тоже вот представьте себе мужчину типичного водолея если вы когда-нибудь сталкивались с водолеем мужчиной да или у вас есть кто-то рядом вот вот посмотрите как они делают как они строят отношения да или как они относятся к женщинам в общем и вы увидите вот этого своего пажа воздуха то есть мужчина сейчас что он думает о тебе он девочки не особо думает его надо пнуть чтобы он думал понимаете то есть если вы будете проявлять какую-то активность по отношению к нему он будет шевелиться если вы не будете какую-то активность к нему проявлять не он ничего не будет делать понимаете и это мужчина вот такой вот как в наушниках да вот представьте мужчина в наушниках ваш а они сейчас вот эти всякие такие наушники идут беспроводные ник не всегда видно вот эти вот наушники да то есть вы можете его кликать а он не откликается вы будете думать блин можете ему не интересно девочки он только потому что наушники в в ушах поэтому он не слышит поэтому здесь можно его по тормах сшивать этого мужчину что он думает о тебе магиня выпал первый старший аркан это девочки хороший знак например если вы хотите действовать в его сторону то вам выпадает маг то есть вы все будете делать правильно вас как раз таки и небеса небесная канцелярия она направляет то есть если вы думаете что вот этот если мужчина там не среагирует не поймет удалиться от вас когда вы там в чем-то ему признаетесь или действовать будете это девочки карта и ваша защитная тоже да то есть она говорит о том что вы будете все делать правильно и ведете вы себя абсолютно правильно вот в этих отношениях с этим мужчиной вот как вы себя ведете звоните не звоните там что-то хотите знать что-то не хотите да вы абсолютно все правильно делаете и если например при при приближении мага паш сбегает это говорит о том что это ваша вот сила она просто его отталкивает в плане о том что он вам не нужен и для мага всегда идет верховная жрица второй старший аркан понимаете почему не верховный жрец потому что верховный жрец и верховная жрица в интимных отношениях не предполагаются а маг и верховная жрица да давайте еще посмотрим что думает о тебе у он девочки он хочет интима мужчина сочный как говорится наполнены поспела яблочко девочки его адамова туз огня он хочет интима то есть вот он на все смотрит через оранжевую призму огня карты таро туза хочет он хочет девочки и знаете в чем такой интерес вы то первым старшим арканом мага выпали да то что он думает о вас выпал туз это тоже единица но огня то есть на самом деле вы можете ему дать то что он хочет руководство ли это к действию ну девочки решайте надо вам это или не надо да давайте еще посмотрим что он думает о тебе он девочки смотрите тут как идет 16 старший аркан и пятерка воздуха идет это то что он думает о тебе еще вот да он хочет интима но в то же время он как паш по 16 старшему аркану с ковом чем-то он не сможет выполнять свои функции настоящего с большой буквы мужчины с большой буквы вашей жизни в данный период времени понимаете либо например он живет с мамой и папой и зависим с деньгах да или ему надо все время в один из быть дома или он например знаете вот находится в полиции под каким-то таким вот наблюдением где ему надо отмечаться или девочки это расстояние между вами и то что он сейчас преодолеть это расстояние не может это тоже факт то есть и он на данный момент времени не может реализоваться в отношениях с вами и он это понимает и вот эта пятерка воздуха выпало это говорит о том что он паш воздуха знает о том что ваши отношения не могут реализоваться то есть даже если вы к нему будете действовать ему это будет все очень стиль у него будут знаете мурашки по коже от всего этого идти но вот мы вернемся к тому что пнуть его или не пнуть да ну хорошо даже пнете вы его и даже если он будет очень хорошо хотеть он сейчас в своем каком-то периоде нереализованности понимаете он да вот что с ним сейчас не делай веревки с него хоть не вей не вей макраме с него не получится понимаете возможно это надо какой-то период подождать либо девочки он статичен в этом всем то есть вы как маг это видите сами вот интуиция вам подсказывает будете ли вы с этим мужчиной или нет вот подсказывает девочки она по-любому вам подсказывает изначально даже подсказывала то есть вы из в глубине в бессознательном своем вы знаете ответы на все вопросы понимаете и вы даже знаете что он думает и вы знаете какие у него вот эти вот дела проблемы даже вот если вы не особо знакомы с его жизнью вы все равно знаете вот что ему ему очень будет трудно к вам идти если он это будет дорогу осиливать сам но помогать ли ему девочки осиливать эту дорогу к вам ну дайте спросил карт помогать ему он девочки останется позже даже если вы окружить окружить окружите его или окружите любовью вниманием таким понуканием к действию какому-то да он все равно будет пожем он холодноват сейчас то есть он в бездействии и пока как говорится есть такое выражение да если гора не идет к магомеду магомед идет горе но с девочки здесь маг а не магомед да то есть я бы на вашем месте вот пока такие вот отношения идут у вас какие они идут пусть они идут вам просто как магу до первого старшего аркану вам надо просто допустим просто время для того чтобы вы выкристаллизовали на свое отношение к нему понимаете возможно время это вот как время лечит так время все расставит по местам хотя вы на самом деле знаете все ответы про этого мужчину он пока сейчас девочки в бездействии прозябает в бездействиях и даже если но его там сейчас трогать можно там где-то его сдвинуть до чем-то вот своими действенными любовными по отношению к нему но он все равно даже если придет он придет пожем у которого нету ручек чтобы говорится сыграть вам романс на пианино вот так вот пока пока так я думаю что должно что 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 должно поменяться нельзя все время быть состоянии пожар потому что вот девочки если такие люди как он они все равно такое знаете без работы не рыба не мясо они нуждаются хотя ему больше уже например 27 лет еще хуже если там ему 30 40 50 и он такой перекати поле он такими будет вы просто знаете возьмете такую вторую это вот старого пса на содержание понимаете поэтому подумайте мои дорогие вот такой вот второй вариант третий вариант давайте глянем что он думает о тебе а он девочки вот прям либо сейчас либо недавно он короче вами любовался то земли это обозначает о том что мужчина смотрит на наливное яблочко наливное яблочко это вы понимаете вы девочки наливное яблочко и есть чем любоваться очень красивая женщина я даже скажу что ли если вы еще не замужем вам прям надо замуж да то есть вы созданы для того чтобы быть вот женой депутата скажем так да и там женой губернатора или там еще кого-то то есть это статусная очень красивая достойнейшая женщина не просто так и вообще очень редко на самом деле такие карты выпадают и смотрите он о вас думает вот так как я вам даже я писала давайте еще посмотрим что он думает о тебе 11 старший аркан силы девочки вы в курсе что у вас вот сколько бы вам сейчас лет не было у вас очень крутая сильная судьба хорошая вы только вверх идет его не упадете вниз это вот царица знаете такой я царица царица или там не знаю все что угодно с царицами связано это девочки связано с вами вы можете смело себя сегодня завтра помещу когда хотите называть себя царицей царицей по жизни потому что у вас есть этот статус вот эти карты вместе это это царица понимаете бинго царица ну давайте еще подумаем что он думает о тебе 15 старший аркан дьявола царица которая сводит этого мужчину с ума эта девушка девочки мужчина который на вас помешан да он повешен помешан но есть одно такое но мы немножко дальше расклад не делаем но я вас тут могу предупредить он девочки может быть странным либо скажем так с какими там психическими особенностями понимаете либо он просто помешан на вас потому что вы вообще вот красотка красотка ну и вообще крутые отношения у вас в паре и тут больше предполагает что вы в паре да этот расклад но если вы не в паре девочки если он где-то увили вы этот вас то я вам скажу что девяносто девять процентов у него есть какая-то психи даже не психологическая психическая особенность чем отличается псих психика от психологии психологии это и изучение такие изучение таких вот основ поведения скажем так да а психика это уже состояние эмоциональная там психосоматическая человека до психическая вот у него психика что-то не то если этот человек от вас где-то убегает себя что-то строит там непонятно вы его ловите на каком-то вранье все остальное это психически больной человек и чем дальше вы например будете с ним общаться тут может как-то проиграться вот этот дьявол не очень хорошо вашу сторону понимать как какой-то урок да то есть вранье какое-то может даже и мошенничество то есть он может одолжить у вас деньги и свалить закат понимаете ну всякое может быть но если например вы в паре и у вас все хорошо мужчина вас поддерживает держит за руку и но ухаживает и вы в нем вот этих каких-то психических отклонений не видите это говорит о вашей крепкой паре и дьявол вам вот тут 15 старший аркан дарует вам нечто вот подарок судьбы какой-то будет для вашей пары понимаете на вопрос что он думает о тебе девочки я тебе скажу это вот ты его сводишь с ума понимаешь и освободить с ума можно в двух ракурсах скажем так с одной стороны с хорошей это мужчина полон любви и страсти и ваши отношения это подарок судьбы для него и для вас и если он избегает где-то бегает непонятно что-то и если вы за ним замечаете что какие-то такие непонятки психические девочки не делайте это своим уроком своими граблями своим опытом о котором вы будете писать в какой-нибудь доске позора понимаете типа девочки и не связывайтесь и по с этим челом поняли мои дорогие тут надо ухо держать вас стром если он где-то у вас вот побегивает непонятно где или себя вот как-то странно ведет чем дальше вы в отношении зайдете да это 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 может быть чревато то есть психически больным человеком девочки по этой карте по этому раскладу не заходим мы сейчас вот еще гадаем да что он думает о тебе то есть мы заняли за его мысли и тут мысли такие когда вы в паре и он для тебя все это и ты видишь что это адекватный нормальный мужчина и вы с ним вот хорошо смотритесь и ты чувствуешь что его не стыдно кому-то показать что вот у него хорошая работа кстати да то пожалуйста я желаю вам счастья можно замуж выходить да и у будет подарок судьбы какой-то но не дай боже у него какой-то клин в мозгах девочки вот не дай боже и не закрывайте пожалуйста по 15 аркану дьявола и силы не закрывайте пожалуйста глаза на него какие-то пси и психические проблемы потому что как-то вот это может вылезти боком если на это закрыть глаза и тут дьявол он эти глаза открывает тем более вам девочки потому что тут есть за что бороться понимаете вы выпали тузом земли тузом царицей вот она единственный старший аркан силы понимаете вот такой вот мои дорогие расклад что он думает о тебе думает он но тут две мысли либо быть всегда с тобой с любимой дорогой и это подарок судьбы друг для друга или он думает тоже думает но думает как бы тебе пыль в глаза пустить до знаете что-нибудь такое сотворить но это очень будет видно по его поведению вы увидите девочки и вопси всяких наркоманов алкашей варюк мошенников короче видите что он такой вороватый взгляд какой-то или зэк или еще кто-то не надо он вам не надо девочки уж слишком вы хороши вас таро описала царицами так царица нужен царь вот такой вот мои дорогие третий вариант и давайте посмотрим что он думает о тебе четвертый вариант на что мои котики что он думает о тебе сейчас рыцарь воздуха выпал он девочки с одной стороны можно сказать что он зациклен на себе вот такой знаете нарцисс но не в плохом смысле этого слова да то есть он хочет казаться лучше чем он есть на самом деле он над собой работает то есть либо это какой-то спортсмен либо он в спортзалах пропадает или девочки вот он не знаю там прически какие-то делает одея ну короче он просто хочет казаться лучше чем он есть или например очень много учится или очень много работает ну короче на износ практически да что он думает о тебе он девочки скучает по вам вот когда он далеко от вас да и когда он не может вас видеть или не может он даже зайти в соцсети или позвонить вам все остальное он дико по вам скучает любовное скучание выпало здесь давайте еще посмотрим что он думает о тебе еще в ревность дикая вот он с одной стороны и нарцисс до который пытается из кожи вон вылезть чтобы быть каким-то вот супер мега мужчина и человеком пауком да но у него есть проблема он девочки мало того что скучает но еще у него есть теневая его сторона он дико ревнует понимаете ревнует и это ревность он не то что вот вас ревнует их и хочет удержать у себя это бьет ему по самой оценке здесь выпал император обиженка и ревнующий император понимаете с немного с раздосадованным лицом каким-то таким он думает и тебе скучает и в то же время вот если ему хотя бы дать примерно повод думать что ты может быть с кем-то другим да то это будет обиженка императорская просто что он думает о тебе отшельник и 9 9 земли тоже девочки это тоже отшельник то есть по земле это мужчина либо большой трудоголик либо девочки это может быть кстати очень редко но я тут озвучу потому что отшельник с девяткой земляной выпал да это может быть человек который например вообще в пустоте какой-то про находится в прострации да то есть у него с работой вообще никак никак от слова совсем это может быть очень бедный мужчина который сам как говорится если его выпустить на улицу он не рыбки не словит ничего не сделает понимаете либо тут такой вот трудоголик для которого вот это вот выживание на первом месте он должен работать 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 и и все такое читается здесь немного невроза какого-то мужского желание девочки чтобы его как-то оценили по достоинству или или вот то есть это если трудоголик надо его оценить по достоинству сказать боже такой работящий это вот ты себя просто не бережешь ну короче что-нибудь такое знаете похвала похвала а если это девочки такой человек немного в прострации или прости нации да то есть он сам себя еще не понимает не знает что ему надо все остальное или там шалтай болтай какой-то этому мужчине тоже нужна какая-то такая поддержка на словах да то есть мы помним что мужчин мы поддерживаем на словах а если и надо кушать например что-то приготовить то мы готовим места из тех продуктов которые он принес понимаете вот такие дела мои дорогие поэтому что он думает о тебе да да фига думает это любовные мысли но в то же время тут надо учитывать вот этот момент отшельника девочки и такого немного ревнующего обиженного императора поэтому его нельзя надолго скажем так оставать без присмотра вот это мужчина любят чем чаще вот им звонишь спрашиваешь как дела там троллевали вот вот для них это считается очень хорошо они не любят так знаете какие-то тайны какие-то такие вот игры и все остальное они страдают от этих игр понимаете некоторые такое садома мазохистическое удовольствие испытывает да от качели а вот именно вот этот мужчина ваш по четвертому варианту он страдает если вот так вот мучить неизвестностью какой-то вот такой вот мои дорогие четвертый вариант все котики люблю вас целую внимание пока пока